Отстаем, говорят фермеры. Погода снова отодвинула старт уборочных работ на полях Орловщины. Часто говорим о фермерах, говорим о производителях, но тот уровень сельского хозяйства, который сегодня есть в растеневодстве в первую очередь и в животноводстве, он зависит во многом еще от того, как развита сегодня инфраструктура этой отрасли, это сервисные компании. Представители 40 компаний, задействованных в уборке урожая 2018, сели за круглый стол с руководителем области. У поставщиков техники, сервисных, служб, бюджетных и образовательных учреждений интерес один. Росельхознадзор совместно с департаментом сельского хозяйства проводит мероприятия по мониторингу складских помещений, элеваторных хозяйств, для того, чтобы дать рекомендации хозяйству субъектам на обеспечение сохранности зерна нового урожая. Потому что это важно, ввиду того, что сейчас актуальные вопросы экспортного потенциала, и мы видим, что зерно из Орловской области направляется и в страны третьего мира. Такое совещание – возможность найти новых партнеров, где в последующем могут быть трудоустроены студенты опорного вуза, отметила ректор Ольга Пилипенко. Университету интересна тема и с этой точки зрения, но и в первую очередь с точки зрения того, что мы готовим специалистов и в области автотранспорта, и сельскохозяйственной техники, и почвоведов, и ветеринаров, и пищевиков, биотехнологов. Мы на Орловщине, подводя еще итоги прошлого года и готовясь уже к сегодняшнему дню, можем сказать, что мы по праву являемся одним из ведущих производителей по растеневодству, по производству на душу населения. Мы в числе признанных лидеров в целом в Российской Федерации. Вы все прекрасно знаете, что рекордный урожай по зерновым у нас в прошлом году почти 3 миллиона 200 тысяч тонн. Кстати, Орловщину называют тем регионом, в котором на уровне правительства области проводится работа по обновлению парка уборочных машин. 5824 единицы техники. На 1 июля есть в хозяйствах Орловской области. В 2017 году аграриями были приобретены свыше 700 машин.